Всем привет ребят, с вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен всей информации, разговорной тематике, к дню рождения танков появились у нас анонсы, я спешу вам сообщить всю информацию довольно кратко, быстро, сегодня с утра вышел видос с моими предсказаниями, конечно можно было бы их выложить раньше, но ладно, сегодня уже по сути весь праздник расписан и очень многие моменты я здесь угадал, поэтому быстро пройдемся, если вам заходят подобного рода видеоролики за мою скорость и оперативность, обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком, мне будет очень приятно, но если не подписаны на канал, тоже подписывайтесь. Начинаем с дня рождения танков, 50% скидочки, как я в принципе говорил, празднование начинается с 28 мая, а именно с завтрашнего дня по 14 июня, не включительно, то есть до 13 июня, 13 июня это у нас как раз такие воскресенья, то есть полноценных 2 недели и еще дополнительно 3 дня, неплохое празднование, да, то есть в сумме у нас 17 дней, 17 дней празднования дня рождения ТО, 12 лет, очень знаковая цифра. Скидки 50% на все, на магазин, на гараж, завтрашнего дня на магазин, даже скидки на ультраконтейнеры есть, прошу заметить, давно я такого не видел. Дальше у нас в субботу скидки на весь гараж, абсолютно, даже включая батарейки, краски, припасы, дроны, устройства, модули, корпуса, пушки, ну и в воскресенье скидки на улучшение, на запуск и ускорение, ну, я, конечно, хотел 50-70, но 50 и 50 тоже довольно-таки неплохо. Двойные фанды и опыт на протяжении всего празднования, всего, абсолютно, не какие-то там 3 дня, как было у нас в последнее время, это значит, что скорее всего мы увидим новые рекорды, и ожидайте чего-то сверх жесткого. Дальше у нас идут спецмиссии, здесь, в принципе, ничего такого сверхъестественного нету, за исключением того, что они немножечко посложнее и, соответственно, за счет того, что они усложнены, приз, главный, 15 ультраконтейнеров, то есть, у них ухры-мухры, это не семерочка, не пятерочка, а это уже очень даже не кислая тема. Плюс, ко всему прочему, праздничные миссии на протяжении всего празднования, все 17 дней будет возможность получать каждый день приятные подарки. То есть, все, что вам нужно будет сделать, это зайти, открыть особые миссии и забрать приз. Плюс, чуть-чуть позже, там на одной из страниц, вроде как, подарочные боксы, там тоже будет очень интересная вещь с этой темочкой. Дальше ультраконтейнеры, коинбоксы, это понятно, праздничные режимы, здесь, ну, я просто, я был, ну, приятно удивлен тем, что я увидел. Первые выходные, 28 мая, 30 мая, у нас, да, даже не выходные, получается, суббота, ой, пятница, суббота, воскресенье. Первые у нас, три карты, низкая гравитация, васпогром, то есть, это паркурный, лунный, да, полет жесткий на васпогромах с повышенным шансом выпадения золотых ящиков. Дальше, дальше. На джиггернаутах регби на через неделю, то есть, так же само пятница, суббота, воскресенье на джиггернаутах регби Бонни Дюссельдорф. Не сказать, что, конечно, сверх круто, но, возможно, будет интересно. И на последних выходных, а именно с 11 по 14, опять пятница, суббота, воскресенье, полигончик. Так, васпожига, контроль точь, с повышенным шансом выпадения золотых ящиков, при том, что на всем праздновании, на всем праздновании, повторюсь, у нас, где-то я здесь пропустил, особые голды. По 12 тысяч, как я и говорил, а мне говорили, что, да не, ну вы чё, ну никто не сделает по 12 тысяч. Вот вам, ловите, 12 тысяч, один золотой ящик, и на весь период празднования эти голды будут. И здесь даже не написано, где они будут, в матчмейкинге или в пробитвах, и там, и там. То есть, по сути, есть шанс, что даже и в пробитвах будут голды с повышенным номиналом, потому что информации здесь нету, но, может быть, просто забыли приписать, что именно в матчмейкинге. Так, и повышенные шансы выпадения золотых ящиков, для меня, я так понимаю, что именно эти по 12 тысяч голды ещё будут с повышенным шансом на специальных режимах, на спецкартах. Это ещё дополнительный жёсткий бонус, то есть, у вас по Жига, например, там, с повышенными голдами, у вас по Гром с повышенными голдами, ну, это вообще жёсткая имбуречка. И вот именно этого я ждал, именно этого я ждал, чтобы у нас было на день рождения ТО, и, соответственно, с такими моментами уже и, ну, появляются хоть какие-то надежды на то, что онлайн подрастёт. И сам праздник внесёт старых игроков. Зайдут ребята, зайдут ещё те, кто, может быть, там чуть-чуть приуныл, расстроился, и онлайн у нас будет по тихой-потихой грузточке возвращаться. Очень неплохо, очень неплохо, повторюсь. Я примерно так и хотел, чтобы было, но у меня, и вот вчера вечером на стриме сидели с ребятами, было очень много сомнений у ребят, так тем более, что якобы я вообще бред говорю, и что они такого не сделают. Но, как вы видите, очень не кисло, очень не кисло. Дальше у нас танкофонд, это темочка для донатеров, кто покупает спецпредложения. Спецпредложения, к слову, здесь можно тоже посмотреть. Вот такие вот, кто быстро смотрит, читает. Везунчик победитель. И здесь получается такая тема, что кто покупает эти спецпредложения, участвует в дополнительном розыгрыше, и при каждой покупке дополнительно в фонд какой-то определённый набора добавляются танкоины. То есть, по итогу, там будет ещё рандомайзером выбираться сумма, и вместе можно там заформить очень не кислую темочку. То есть, по сути, для донатеров есть такая интересная приколюха. Я как бы, ну, не особо в этом шарю и не заинтересован. Но те ребята, которые донатят, разберутся более подробно в этой всей индустрии и темочке, и, возможно, примут участие в розыгрыше некислых, хороших призов. Там броненосец можно получить хорошенький. И поэтому будем смотреть тоже, чекать интересное что-то новое, да, введение, как я говорил. Ну, не ивент, конечно, но что-то новое определённое, ну, для донатеров. Подарочные боксы. Подарочные боксы – это те самые боксы, про которые я говорил. Они будут в 12 экземплярах, в честь 12 лет ТО. И будут выбраны с помощью рандома между теми ребятами, которые на протяжении всех 17 дней ивента будут заходить и забирать особые миссии. То есть, ничего особо делать не надо. Просто заходишь, забираешь особые миссии, которые появляются с каким-то определённым подарком. 17 призов. В прошлом году, если я не ошибаюсь, там было 11 контейнеров, там 11 тысяч кристаллов, 11 голдов. То есть, ну, каждый день был какой-то определённый приз. Посмотрим, что будет в этом году. Понятное дело, что по этому поводу инфы нет. И есть возможность 12 призов получить футболку, бейсболку, термокружку, открытку, стикеры. То есть, это в каждом боксе будет. Плюс ещё дополнительно будет разыграно 5 мега крутых вышедших пушек Тесла. Про них мы ещё сегодня поговорим. Я не добрался до них. Поэтому, ну, неплохая тоже, как бы приколюха. Бонусная. Посмотрим, может, кому-то даже из нашего окружения, кто на нас смотрит, кто с нами общается, сможет выиграть. И мы тоже вместе с вами порадуемся. Ну, и вышел Викинг ХДшный. Да, то есть, как бы, ну, здесь говорить не о чем. Вышел и вышел, да. То есть, с рестартом 28 мая появится на просторах танковой индустрии. А я забыл посмотреть список обновлений. Это самое интересное. Список обновлений начинает праздновать день рождения танков. Викинг ХД. Добавлен новый статус-эффект подавления в Овердрайв Хантера. Я не знаю, что это за статус-эффект. Завтра будем смотреть по действиям этого статуса. Противник не может запустить свой... А, понял. Не может запустить свой Овердр. Понял. Ультраконтейнер добавлено устройство защиты от нового статуса-эффекта подавления. Добавлены все вышедшие ультра-скины. И исправлена ошибка, из-за которой запущенная Крусейдером сосулька взорвалась при попадании фантомной танки. То есть, по сути, здесь я думал, что будет еще инфа про Теслу, но инфы нету. Либо я ее где-то упустил, но вроде как я ее, честно говоря, нигде не видел. Соответственно, скорее всего, Тесла появится в ближайшем будущем. И здесь уже есть такой вот спойлер в виде того, что 5 пушечек будет уже Тесла разыграна. Значит, по ходу этого празднования уже, скорее всего, эта пушка появится в раннем доступе в игре. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я приятно удивлен некоторыми моментами. Голдами, конечно, плюс неплохими скидками на протяжении всего периода времени, что еще будут у нас дополнительные фанды. Ну и, конечно же, друзья, ну, чем я могу быть рад больше всего? Ну, конечно, вас пожигай на полигоне, но это просто имбище, лютое. Это реально тот самый период, на который мы можем даже 12-часовой, я думаю, бахнуть, если у нас хорошая активность собирается. Вот, может, тут на видосе 250 лайков и сразу 12-часовой бахаем на ВЖ. Просто на ВЖ-шечке, может, даже, ну, кайфой будем собираться там и наваливать. Просто пикаем, влетаем и фармим, фермим по красоточке. Поэтому как-то так, друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно не забывайте поддерживать видос лайком, подписываться на канал, если еще этого не сделали. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.